Из 17 регионов, которые претендовали на создание сервисного центра ВТБ-24, эксперты банка выбрали Самару. Сказалось, лидерство области по развитию коммуникаций и высокий экономический потенциал, которому нужна инвестиционная поддержка. Новое подразделение будет обеспечивать целый ряд федеральных функций, приедут ведущие столичные специалисты. В торжественной обстановке сервисный центр открыли губернатор Николай Меркушкин и председатель правления банка Михаил Задорнов. У нас здесь будут работать айтишники, у нас тут вся практически бухгалтерская служба будет работать, ВТБ. У нас будут дальше разные федеральные функции передаваться сюда для решения разных вопросов. И, конечно, первый этап уже назван был 600 человек, высококвалифицированных рабочих, работающих, точнее, рабочих мест. Самару мы выбрали, потому что это не только большой город-миллионник, находящийся в самом таком важном центре, о чем сказал Николай Иванович, но это и очень квалифицированные кадры, это прекрасные вузы, на которые мы рассчитываем в дальнейшем своем развитии, и это, конечно, очень большая клиентская база. Когда центр заработает на полную силу, это обеспечит поступлению в бюджет порядка 2 миллиардов рублей налоговых отчислений в год. О том, что многие из федеральных структур и мировых корпораций стремятся перевести свое подразделение из Москвы в регионы, губернатор говорил в своем послании в декабре 2016 года. Самарская область оказалась фаворитом центробежного процесса. Тренд перевода компаний в регионы страны будет усиливаться, я в этом уверен. И нам надо этот тренд уловить и максимально использовать в интересах Самарской области. Москва перезаполнена, в общем-то, давно уже идет речь о том, что надо каким-то образом осуществлять децентрализацию. И то, что сюда приходят такие компании, нефтяные, крупные финансовые институты сюда приходят, это очень хорошо. Самара, с моей точки зрения, и по местоположению, и по обеспечению различного рода ресурсами, в том числе энергетикой, они очень регион привлекательный. Так, например, руководство Почты России приняло решение создать макро-региональный центр «Волга-2» не в Москве, как планировалось изначально, а в Самаре. Он стал крупнейшим объединением в России. Компания «Лукоил» свое инновационное предприятие «Ретек» также перевела в Самару. «Шнайдер Электрик» открыла в Самаре завод, крупнейший из тех, что работают в стране. А с 2015 года в регионе действует инжиниринговый центр для всей России и Восточной Европы. Строится завод по производству трансформаторов. Целый ряд стратегически важных подразделений перевел в Самару Сбербанк. В его новых структурах создано более 2000 рабочих мест. Теперь в регионе работает корпоративная служба мониторинга, колл-центр, поддержка партнеров и ипотечного кредитования. Сейчас можно уже уверенно сказать, что для Сбербанка Самара Самарская область стала запасной столицей. Почему? Потому что с 1 января у нас здесь уже открытый полномасштабно работает центр аккредитации застройщиков. Для всей страны на территории города Самара аккредитовываются застройщики со всей страны. Мы подписали в прошлом году с вами соглашение о создании центра корпоративных решений. Сегодня в структурах банка в Самарской области работают 12 тысяч человек. Это важно как для кредитного учреждения, так и для региона, который получает социальные программы, налоги и рабочие места. Любой регион нуждается в финансовой подпитке, в поддержке. И получить может эту подпитку только тот субъект хозяйственный, который дает гарантии роста экономического. С этой точки зрения тренд, который сейчас имеет место в Самарской области и во всей России, он очень хорошо понят руководством области, губернатором и используется в интересах и во благо Самарской области. Переводить свои подразделения из Москвы в регионы сегодня выгодно многим компаниям. Они получают не только новые возможности для развития, но и фактически становятся ближе к потребителям своих услуг. И в первую очередь столичные предприятия выбирают те регионы, которые уже подтвердили, что могут становиться драйверами экономики страны. Олег Зверев, Марина Кравцова, События.